Мы находимся в городе Тарас. В данный момент идет повышение квалификации на тему физическая реабилитация от преподавателей Санкт-Петербурга. В данный момент у нас походит преподаватель Наталья Александровна. Целью этого повышения квалификации является наполнение багажа, который мы имеем, базу повышать наши практические знания в сфере реабилитации. Для начала, допустим, первые два модуля, если взять, мы проходили перемещение пациентов. Это были другие преподаватели из Санкт-Петербурга. И нам помогло то, что мы начали по их практике, по их схеме, так скажем, учиться перемещать пациентов. То, что было применено, это вот так же, тот же самое перемещение. Вначале у нас как было? У нас ложатся дети с родителями. И в случае, когда нужно пересадить ребенка с кроватки на кресло своего ребенка, они просто поднимали ребенка, тем самым нагружали себя родителей и перекладывали. После того, как мы прошли первый-второй модуль именно с физической реабилитацией из Санкт-Петербурга, мы уже маме могли объяснить. Мы реально маме объяснили всю суть того, что можно себя как разгрузить. На данный момент проходит третий модуль курса обучения специалистов, которые работают в различных центрах реабилитационных в Республике Казахстан. Это специалисты, в основном занимающиеся восстановлением двигательных нарушений. Это либо инструктора по лечебной физкультуре, либо это врачи физической реабилитационной медицины. На мой взгляд, обучение проходит достаточно интересно, потому что многие занятия проходят не в аудитории, это не лекционные часы, а это именно обмен практическими навыками. И очень часто мы занимаемся непосредственно в зале ЛФК и, может быть, даже с непосредственно конкретными детьми. Многие ученики сказали о том, что они за эти шесть месяцев, в течение которых проходит обучение, во многом изменили свое отношение к своим пациентам. К реабилитации в целом у многих поменялось. Они стали понимать о том, что такое командная работа. Потому что параллельно с обучением физических терапевтов также проходило обучение еще и специалистов по эрготерапии. И поэтому они с этими же специалистами потом в своих центрах совместно работали. И для них стало более понятно, что такое все-таки командная работа. В заключении хотелось бы сказать большое спасибо фонду Курлык, который действительно очень активно в течение многих лет уже продвигает современные взгляды на реабилитацию в целом. Открывает в разных регионах Республики Казахстан отдельные центры. У нас, так как в центре много инструкторов, я являюсь старшим инструктором. Дальнейшая моя цель – это весь багаж знаний, который я возьму из наших преподавателей, из других стран, я увезу к себе. И получается методом каскада я буду, соответственно, представлять все знания им, сотрудникам, коллегам, допустим. И в дальнейшем мы будем применять это все в своей практике. Благодарность, самое главное, это фонду нашему, потому что дают возможности обучаться во всех сферах и также еще больше и больше наполняться знаниями.